Здарова всем, у микрофона Нейрон. Сегодня я бы хотел обсудить уже нашумевшую для меня тему, касаемо HD 2.2, а именно об обновлении игры на эту версию. Я расскажу, почему я не хочу, чтобы оно вышло. Расскажу все минусы и плюсы о деяниях разработчика игры в этом плане и подведу итоги. Поехали. Я начал играть с версии 2.0, поэтому я буду относительно сравнивать с ней то, что мы имеем сейчас. Давайте вообще рассмотрим, чем была хороша эта версия. На то время не было таких режимов, как Паук, Четвертой Скорости, Тэш Орбов, Пик Джамп Орбов и так далее. Все это было довольно-таки хорошим в плане оптимизации игры. У меня всегда прогружались уровни очень быстро. При запуске игры в редакторе не было никаких задержек. А самые знаменитые уровни уже были закончены, а некоторые и выпущены. Была мотивация фармить Старса для топа, так как на то время еще было реально удержаться в нем. Я даже скажу больше. На то время античит был намного лучше, чем мы имеем сейчас. Когда у тебя просто забирали топ из-за того, что ты нуклипнул 2-3 демона. Да и сами читы были не такими убийственными, в отличие от того, что происходит сейчас. На то время не было никаких ГД-ботов и прочего. Взламывали тогда, либо спидхаком, либо делали авто, либо просто обрезки. Все. Это были единственные способы обмануть людей каким-либо прохождением на видео. Сейчас же все немного сложнее в этом плане. Но, конечно, выход есть всегда. Просто подход к этому нужно немного изменить. Хотя, на первый взгляд, это сделать просто нереально. Разница между версиями просто колоссальная. В общем, было просто замечательно. У меня нет ни единого замечания к этой версии. Хоть я не застал 1.9, но скажу, что для меня 2.0 остается лучше из того, во что я успел поиграть. С появлением новых версий также начал пополняться редактор. Лично я, как опытный строитель геймплеев, могу сказать, что редактор пополнялся в лучшую сторону. Четвертая скорость, дешорба и так далее. Но одно лишь остается вопросом. Стоит ли это все, чтобы губить саму оптимизацию игры? Я, конечно, понимаю, что на месте прогресс стоять не должен. Но он и не должен падать в таком случае. Ах, на то можно было бы и построить и без всяких вышеперечисленных дополнений. Тем самым не испортив оптимизацию. Я бы на месте разработчика лучше бы усилил античитверзы. При необходимости добавил бы новых иконок, уровней, ну и еще пару интересных фишек для разнообразия. Но никаких магазинов, ключей и прочего. Это просто не надо в игре, где нужно клацать одной кнопкой, чтобы отойти до конца карты. Я думаю, вы меня поняли насчет этого. Ну давайте не будем расстраиваться, а поговорим теперь об обновлении 2.2. А теперь у меня вопрос к вам. Чего вам недостаточно для полного комфорта в игре? Задайте себе такой вопрос. Нужен ли вам действительно этот новый режим, который уже и так можно сымитировать и сейчас? Нужны ли эти все отдаления, приближения зума, которые вызывают дрожь у некоторых фанатов? Конечно, для меня, как для ГП-шара, появится очень много всего интересного. Новые возможности строения красивого ГП. Ну, знаете, как по мне, это не стоит того, чтобы уничтожать игру. Я бы обошелся быть тем, что было в старых версиях игры. В общем, скажу, что лично мне этого всего не нужно. Пока игра не будет оптимизирована, как минимум, тогда, когда была версия 2.0. Она не достойна никаких обновлений. Ну, на этом все. Это было мое первое разговорное видео по тематике этой игры. Если вам понравилось, то можете оценить его. Пишите в комментариях, если вы не согласны с чем-то. Мне будет интересно почитать. Ну, а у микрофона был нейрон. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok